Почему нужно поверить в Иисуса, чтобы быть спасенным от греха? То есть иметь правильное отношение с Богом. В конце концов, есть другие религии, в которых люди действительно стремятся жить правильной жизнью. Традиционный еврей стремится жить благочестивой жизнью и угождать Богу, и жить в соответствии с Библией. Традиционный мусульманин, я не говорю о каких-то террористах, а традиционный мусульманин, пытается угождать Бога, которого они называют Аллах, и жить нравственной жизнью. У разных религий разная этика, и они учат принципы любить своего ближнего как самого себя. Это можно найти не только в христианском учении. Почему же мы должны приходить через Иисуса? Разве суть в том, чтобы просто сказать правильные слова, это какая-то религиозная формула? Может ли быть правильно, может ли быть честно то, что есть искренние люди, исповедующие различные религии, различные верования, если у них нет правильной формулы, они умирают и погибают? Это очень честный вопрос. Давайте для начала посмотрим на этот подвод таким углом. Если бы существовал другой путь нашего спасения, если бы мы могли стать праведными, соблюдая заповеди, если бы одного нашего покаяния было достаточно, если бы нам не нужно было искупление кровью, если бы нам не была нужна заместительная жертва, чтобы кто-то занял наше место, тогда Иисус не умер бы. Евангелие ясно говорит, что не было другого пути, потому Ему нужно было умереть за наши грехи. То есть, либо Его смерть важна, либо Его смерть была ненужной, либо Его смерть необходима, либо Его смерть не должна была произойти. Как мы понимаем это, Его смерть должна была состояться, потому что никто из нас не может спасти себя сам. Никто из нас, делая добрые дела, не может достаточно себя улучшить. Никто из нас, делая добрые дела, не может перевесить зло, которое есть в нас. Никто из нас, делая добрые дела, не может оплатить наказание смертью за грехи. Вы скажете, но это нечестно, почему все должны приходить через Усер? Смотрите на это с другой стороны. Бог говорит всему миру, как бы вы ни старались, как бы вы ни пытались изо всех сил, делая все возможное, этого недостаточно. Если я буду судить вас правильно, вы все будете осуждены. Но из-за того, что я так сильно люблю вас, и не хочу, чтобы вы страдали, и не хочу, чтобы вы умирали, но я просто не могу отвернуться от ваших грехов, потому что это неправедно. Я собираюсь послать своего сына вместо вас. Он умрет за все ужасные вещи, которые вы сделали. Он дарует вам покаяние и новую жизнь, и с Ним вы сможете измениться. Без Него вы погибнете. Бог не говорит просто «Да ну вас всех!» Нет, Бог говорит «Я прокладываю путь для всех вас, чтобы вы могли войти в правильное отношение со мной». Бог говорит «Я делаю это ценой жизни моего сына». И это для всех богатых, бедных, молодых, старых, образованных, необразованных, любой религии, любого происхождения. Дверь открыта. Как мы можем злословить Бога, когда Он жертвенно говорит «Дверь открыта для всех!»